Доступность и безопасность – главные критерии, которым должны отвечать избирательные участки. Законодательство обязывает органы власти оказать содействие избирательным комиссиям в подготовке мест для голосования. Они должны быть обеспечены средствами связи, оргтехникой, техническим оборудованием для сохранения избирательной документации, обеспечены бесперебойным функционированием систем и резервными источниками электропитания. Что уже сделано, а что еще только предстоит – об этом говорили на заседании профильной рабочей группы в городской администрации. Остается два месяца до губернаторских выборов. Это очень значимые, знаковые события для нашего региона, которые, безусловно, определят судьбу региона, ход его развития на ближайшие годы. Мы просто обязаны предоставить и организовать все условия для того, чтобы все это голосование прошло эффективно, без нарушения действующих законодательств. Готовность избирательных участков проверяют комиссионно, с участием собственников помещений, городских властей, сотрудников полиции, МЧС и Росгвардии. Избирательные участки в Самаре располагаются преимущественно на базе учреждений культуры, спорта и образования. На 1 июля в городском округе Самара 915 616 избирателей, чуть больше, чем на 1 января. Всего для проведения выборов на территории городского округа Самара образовано 472 избирательных участка для голосования, которые располагаются в 241 здании. Из 472 УИК 377, то есть 80% размещается в учреждениях среднего либо дополнительного образования. В ходе встречи главы районов отчитались о готовности избирательных участков на вверенных им территориях. У нас 67 207 избирателей, у нас 39 УИКов также остается в 22 объектах, а соответственно в основном это школы, но вот самые у нас такие необычные, это два участка 12 и 14 располагаются в частных помещениях, а еще там организован теперь и центр приема обращения в адрес в район губернатора. По вопросу доступности помещений для голосования маломобильным гражданам из 22 объектов, где у нас УИКи находятся, 16 оснащены пандусами, 3 не требуют установки, 3 еще там будут тоже, скорее всего, у нас волонтеры работают, но на одном будет установлена временная конструкция. В Октябрьском и Тригородском районе 103 690 избирателей, мы приросли на 1320, увеличилось количество избирателей, 32 центра у нас, 52 участковые избирательные комиссии, две дополнительные будут в больнице Пирогова и клинике медуниверситета. Пожарная сигнализация оборудована все участковые избирательные комиссии, стационарные металлодетекторы присутствуют везде. Напомним, Самарский регион ожидает трехдневное голосование. Выборы губернатора пройдут 6, 7 и 8 сентября. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.